Шоу, которое должно продолжаться. В преддверии дня радио музыканты и станции Белтелерадиокомпании провели масштабное интерактивное шоу. Музыкальная площадка такого формата развернулась в первом национальном торговом доме. Ведущие пяти радиостанции и творческие коллективы нашей компании сделали концерт для посетителей. В настроение праздника окунулась и наша съемочная группа. Репортаж Владимира Королева. Первый национальный торговый дом развлекательным центром не считается. Но это не значит, что здесь нет места для праздника и забав. Одна площадка, пять радиостанций, лучшие ведущие ФМ-эфира и творческие коллективы нашей компании устроили праздник для гостей самого нового торгового комплекса. Идею провести музыкальный интерактивный праздник День радио в торговом центре Пеший национальный Гандлевый дом нам подсказало событие. Участником которого был глава нашего государства. Дело в том, что в этом торговом доме представлены все ведущие крупнейшие национальные бренды нашей страны. Ну а белорусское радио также является национальным брендом. Более того, белорусское радио является обладателем национальной премии бренд «Спадшина». Поэтому мы решили дополнить мозаику национальных брендов. От мировых хитов и саундтреков до народных песен и белорусских премьер. Такая программа не оставила разношерстную музыкальную аудиторию равнодушной. Шоппинг и развлечение в одном месте – это критерий современного мола. Так повышается привлекательность не только для покупок, но и для полноценного досуга. Мы свои сердца, настроения, новые песни открываем для зрителя. Будь то большая сцена Дворца Республики, либо вот это прекрасное место, импровизированная площадка, но полна настроения, эмоций. И только вот самых-самых лучших покупателей происходит взаимодмен энергии, настроения. И когда мы видим вот эти открытые сердца, горящие глаза, улыбки зрителя, это безусловно вдохновляет артиста на новое и новое свершение. Академический хор Белтелерадиокомпании в таком формате выступал впервые. Дирижер коллектива Андрей Саврецкий признается – непривычно, но интересно. В основном это все концертные залы, площадки, церкви, радиозаписи в студии Белтелерадиокомпании. Ну, такой, знаете, хороший опыт, и здесь больше чувствуется вот такой непосредственно вот эта энергетика публики напрямую. Менее академично, но в то же время очень живо. С точки зрения хорового исполнительства это сложно, потому что здесь нет такой естественной акустики, приходится подзвучиваться, и здесь есть некоторые нюансы, но мы старались все-таки как профессиональный хор их складить. Премьера в таком формате была и у Международной радиостанции «Беларусь». Расширяясь за рубежом, коллектив не забывает о родном зрителе. Хочу сказать, что это первое мероприятие, которое проводит в принципе белорусское радио. Раньше мы проводили вот радиостанции «Беларусь», в основном все за рубежом, презентовали свои какие-то возможности, а сейчас все каналы представляют здесь именно белорусское радио. Ну а мы впервые здесь представим на девяти языках вещание. Ребенок у меня просто в восторге, просто тянется, слушает, очень нравится. Что тебе больше всего понравилось? Это выступление этих парней, которые витальные штурметы. Такое шоу еще и площадка для общения со своей аудиторией. Многие сюда пришли поговорить с теми, кого ежедневно слушают в эфире. Формат современного радио уже давно вышел за пределы. ФМ и онлайн вещание. Сегодня средства массовой информации – это не только эфир, сайт или печатные издания. Параллельно в интернете развиваются социальные сети, телеграм-каналы, группы и другие площадки. Концертное шоу как отдельный вид продвижения бренда сегодня популярен, как никогда. Мы сразу несколько задач выполняем. Во-первых, мы развлекаем людей, которые пришли сюда в недавно открывшийся торговый центр. Здесь довольно много посетителей. Здесь в первый раз очень симпатичное место, и каждому рекомендую здесь побывать. Во-вторых, конечно, продвижение наших радиостанций, наших творческих коллективов. Если кто-то не знает, что Белтелерадиокомпания объединяет не только телеканалы, радиостанции и интернет-порталы, но у нас есть сразу несколько творческих коллективов. И гор, симфонический оркестр, ансамбль, беседа. В общем, нам есть что показать людям. И это новая практика, которую мы будем обязательно продолжать. И есть такое желание проехать по всей стране. Поэтому, если есть какие-то желающие, хозяева таких комплексов, то обращайтесь, мы с удовольствием выйдем к вам. Владимир Королев, Алексей Сосновский, Юрий Тротюк. Агентство теленовостей.